МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 марта состоялось шестое заседание Совета министров правительства Республики Западная Армения. Заседание вел первый президент Республики Западная Армения Арменнак Абрамян. В ходе заседания участники обсудили общую ситуацию правительства Западной Армении. Правительство приняло решение должным образом провести мероприятие в память о жертвах, совершенного против армян геноцида. Члены правительства предложили проекты. Государственное телевидение Западной Армении в ближайшие дни представит подробности проектов. 15 марта состоялась пресс-конференция пресс-секретаря правительства Республики Западной Армения Арменуй Саакян. Арменуй Саакян представила последние события прошедшей недели Республики Западной Армении. В мае 2024 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве делегация Западной Армении примет участие в предлагаемой дипломатической конференции по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам и связанными с ними традиционными знаниями для подписания контракта. Предстоящая дипломатическая конференция положит конец многолетним переговорам между государственными членами Всемирной организации интеллектуальной собственности, в ходе которой голоса заинтересованных сторон, включая коренные народы, будут полностью услышаны. Предложение о проведении дипломатической конференции было одобрено Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в прошлом году. 13 марта 2024 года на специальном заседании подготовительного комитета было определено место и время заключительного этапа переговорного марафона. Пресс-конференция пресс-секретаря правительства Республики Западной Армения Арменуй Саакян доступна на нашем YouTube-канале WesternArmeniaTV. Позиции, циркулирующие в последнее время в армянской прессе по вопросу отказа от жалоб против Баку в международных судах, вызывают большую тревогу. В Восточной Армении предпринимаются попытки политизировать эти процессы. Следует отметить, что защита прав не может быть подчинена или подменена политическими процессами и принятыми в результате этого политическими документами. Судебные решения, в отличие от политических документов, имеют механизм исполнения, который дает реальную возможность добиться восстановления нарушенных прав. Отказ от судебного преследования выгоден исключительно Баку, поскольку позволит избежать ответственность за грубые нарушения прав человека. Офис первого президента Республики Западной Армения Армен Акабра Амяна учитывает, что мир не может быть стабильным и прочным, если не предпринимаются попытки восстановить справедливость, целью которой является не только восстановление нарушенного права, но и предотвращение подобных нарушений в будущем. Очевидно, что отклонение государственных жалоб в суд ЕСПЧ лишит жертв эффективного средства защиты, поскольку сроки подачи индивидуальных жалоб не были соблюдены и жертвы не воспользовались своим правом в надежде на защиту в рамках межгосударственной жалобы. Республика Западная Армения четко привержена обеспечению всех лиц, находящихся под ее резюдикцией, правами и свободой определенной Европейской конвенции по правам человека, включая право на эффективные средства правовой защиты. 16 марта исполнил 103-я годовщина незаконного российско-турецкого договора, после которого буквально через несколько месяцев было принято решение КАФ-бюро об отчуждении Арцаха от Армении. Казалось бы, так называемый договор 103-х лет недавности и сталинское решение не имеют отношения к сегодняшним событию в силу срока давности, а потому говорить от них нет смысла. Однако это не так. В своей рубрике «Неучтенные уроки истории» телеканал Вестерн Армения ТВ освещал печально известный договор. Сегодня мы будем говорить не столько о политическом правовом содержании так называемого договора, сколько о психологическом ущербе, которое соглашение нанесло людям. Московское соглашение 16 марта 1921 года и последовавшие за ним сталинские решения стали красной меткой подавления идентичности и достоинства армян, психологического порабощения и политического уничтожения армянской идентичности. По сей день ощущаем политико-правовые, а также психологические последствия договора 1921 года и вытекающие из него сталинистского решения на своем искалеченном политическом восприятии и утерянной субъектности национального государства. В 1994 году мы освободили Арцах, который является неотъемлемой частью республики Западная Армения. Однако, основываясь на сталинском решении, вытекающем из российско-турецкого московского договора, согласно которому Арцах является частью Баку, мы предпочли эту нелегитимную реальность. Вместо того, чтобы принять правовое и политическое наследие Армении, мы признали антиправный пакет документов Ленина, Ататурка и Сталина, оторвавший Арцах от Армении. Мы приняли ложный тезис о независимом Арцахе, тем самым де-факто признали освобожденный Арцах частью Баку и де-юре, признав незаконные советские границы Армении. В результате, в 2020-2023 годах мы потеряли Арцах. Одним из наиболее сложных аспектов проблемы обращенных Армян, проживающих в настоящее время в оккупированной Западной Армении, является вопрос об их численности, поскольку представление в четких цифрах связано с рядом препятствий. Называются разные цифры от сотен тысяч до несколько миллионов. Более того, когда мы говорим о численности, мы должны различать крипто и исламизированных Армян и их смешанных потомков, что еще больше усложняет проблему. В контексте этой темы необходимо привести мнение Гранта Динка, который на протяжении десятилетий держал в центре внимания вопрос насильственно исламизированных Армян в оккупированной Западной Армении. В одном из своих последних интервью Динк затрагивает проблему исламизированных Армян и говорит об их численности. Сегодня в Турции оккупированной Западной Армении есть тысячи людей, которые имеют смелость публично заявлять, писать книги и статьи, что их деды были армянами. Сейчас в Турции наблюдается движение в этом направлении. И я могу сказать, что в будущем это может стать одной из самых важных и перспективных работ в армянской жизни. Если однажды Турция станет членом Европейского Союза, то я не ошибусь, если армянское население увеличится как минимум на 2 миллиона, в зависимости от количества армян-мусульман в Турции. Для меня очень важно работать над этим вопросом, найти пропавших без вести и почтить память погибших. Очень важно найти такого армянина и передать ему армянство. Амшенская идентичность. Одним из наиболее очевидных показателей дружеской связи между двумя группами амшенцев являются родовые имена. Обычные исследования показывают имена Бабоглу, Бекароглу, Кочалоглу, Башироглу, Бошнакоглу, Джевелекоглу, Чологоглу. Есть в обеих группах. Наряду с этим используются родовые армянские фамилии. Минасоглу, Артологлу, Гаспароглу, Хачикоглу, Хотикоглу, Дертароглу. Вопрос о корнях амшенцев Хопы может вызвать множество дискуссий и загадок. Однако, не колеблясь, можно сказать, что весь округ родом из Амшена. Западные группы эту дружбу в целом признают. Однако, говоря, что амшенский – это диалект армянского языка, а амшенцы имеют армянские корни, между ними проводят различия. Однако, это не распространено. Следовательно, это разделение – простой способ избежать связи с армянской идентичностью. 15 марта на площади Пастер в армянном населенном районе Марселя Бомон состоялась торжественная церемония открытия памятника пережившего геноцид Соломона Тейлеряна. Французские дети армянского происхождения исполнили песню «Гинный лиц», держа плакаты на одном из которых было написано «Правосудие Тейлеряна». В 2017 году одна из площадей Марселя была названа в честь армянского мстителя. Саамон Тейлерян родился в 1897 году в провинции Ерзенка Западной Армении. В 1915 году пережил геноцид. 15 марта 1921 года застрелил в Берлине Талата Пашу, министра внутренних дел Турции, одного из организаторов, совершенного против армян геноцида. 2 июня 1921 года немецкий суд признал Соломона Тейлеряна невиновным и освободил его. После он переехал в Белград спустя несколько лет в США. Соломон Тейлерян скончался в 1960 году в возрасте 64 лет в Сан-Франциско. Похоронен на армянском кладбище Арарат в Афресну. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.